Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами прямо в шаге от Пейсаха. Праздник называется праздник Мацы. Есть у него много названий, но праздник Мацы это из Торы. Маца это хлеб, только пресный. Хамец, это квашня, все, что квасное, нередко ассоциируется в Торе с понятием спесь, высокомерие. Забродившее тесто начинает подниматься вверх. Напротив Маца пресных символизирует покорность, смирение, скромность. Означает, ну, как бы это унижение себя по отношению к божественному присутствию. То есть я вижу, насколько я меньше его. Во время исхода сынов Израилевых из Египта произошло явление, которое Агада описывает следующими словами. Владыка над владыками, власивышний, открылся им и вызволил их. В результате такого огромного откровения не было места у людей для хамца, ни в духовном, не в физическом смысле. Оттого их тесто не могло закваситься даже вопреки его природе. Маца в каббалистической книге Зар называется «Чем? Пищей веры». И мы с вами эту пищу веру будем кушать сегодня. Маца, оберегаемая от закваски, испеченная специально для песика, является пищей веры для души. Душу надо кормить. Вот такой вот пищей веры, она кормится один раз в год во время песика. Истинное постижение божественного возможно только при помощи веры, которая является более высоким атрибутом души, чем мозги, чем разум. Из руководства к пасхальному Седеру самое главное сегодня это остерегаться гнева. Это все должны запомнить. Не должно быть гнева, придирчивости во время Седера, поскольку гнев уничтожает все. И поэтому Сатан, написано, прибегает к различным трюкам и хитрощиям, чтобы именно сегодня заставить человека рассердиться. Там у него что-то разлилось, там сломали Мацу, здесь забрали Агаду и так далее. Разгорается гнев. Но когда человек знает, что все испытания сегодня ему будут посланы с неба, чтобы он раздерливался, он будет прощать и уступать во всем, что будет. И тогда Седер пройдет с радостью. И написано в Кабале, что тогда ждет год радости человека, если он правильно проведет Седер. На самом деле мы должны понять, почему мы говорим о Египте. Исход из Египта у каждого человека есть в любое время. Об этом сказано. Бог, выводящий из Египта. То есть в настоящем времени написано. И стеснение, в котором я нахожу, написано. Возвал я к Богу и ответил мне простором Бога. Каждый в его беде, написано, как только у тебя проблема, не дай Бог беда, должен знать, что спасение уже приготовлено. И возле каждого, условно, горького озера всегда растет дерево, чтобы подсластить его воду. Вот это надо понять. Еще написано, что это сейчас у нас праздничный день, и потом еще, холи, моют всем дней. Заповедь очень важная, которую Гаон из Вильма, кстати, писал, что это непрерывно радоваться в течение семи дней. Это очень сложно написано. Гаон из Вильма сказал, что это самая сложная заповедь. Не грустить, не волноваться, не раздражаться, не беспокоиться семь дней. А возможно ли это? Как можно игнорировать? У кого-то проблемы, заботу, у кого-то там заработок, у кого-то война, у кого-то еще что-то. Как можно без этого? Как можно игнорировать эту совокупность проблем, там, безопасности? Однако, если Тора заповедала нам радоваться, значит, она знает, что это возможно, и говорит, что нам это еще и правильно. Поэтому, смотрите, отсутствие зла, отсутствие нервов, радость, это все вместе делает вот именно тот песок, которого мы ждем. Традиционное поздравление к песок, он называется песок кашер в СМХ. То есть, кашерного и веселого, веселого праздника. А в этом году нужно особое благословение, чтобы встретить песок с весельем в душе. Потому что мы переживаем трудные времена. Но Тора учит нас, что важно всегда пробуждать в себе радость, даже если обстоятельства внешние не способствуют этому. Многие сейчас находятся в состоянии тревоги, спрашивают, что будет. Старайтесь не погружаться в эти мысли сегодня. На иврите словно махшева мысли состоит из тех же слов, что БСМХ, в радости. Это не случайно. Мысли надо перевернуть, и это можно сегодня делать от тревоги к радости. Если мы будем в радости, то мы победим. Кашерного, хорошего песоха, веселого обязательно. Пусть он принесет нам избавление, и это будет сказанное в книге в конце пасхальной годы. В будущем году в отстроенном Иерусалиме. Брахава от слаха.